Восьмого марта на базе конно-спортивного клуба «Конный дворик» в деревне Воробьи организаторы устроили настоящее праздничное зрелище для слабожан-гостей города. Рыцарский турнир собрал несколько десятков зрителей. Посмотреть было на что. Выступления участников конно-спортивного клуба сменялись конкурсами, в которых участвовали новоиспеченные рыцари. Восемь смельчаков из Слободского, Стулова, Вахруши, Кирова и Котельнического района состязались в джигитовке, метании короткого копья с улицы и других дисциплинах. Организаторами мероприятия стали члены конно-спортивного клуба «Конный дворик» и местного клуба исторической реконструкции «Ладомир». Почему именно 8 марта? Во-первых, праздник, все свободны. Во-вторых, мы можем показать все то хорошее, что у нас есть и у клуба исторических реконструкций, и у «Конного дворика», как, собственно говоря, людей, которые работают с лошадьми. Собственно говоря, и устроить просто людям праздник. Праздник удался. Это отмечали и зрители, и сами участники. Некоторым из них, например, впервые довелось общаться с лошадьми. Тоже незабываемые впечатления. Мне интересно, в принципе, с животными, ну и вот непосредственно на лошади, то есть для себя что-то новое открыть. Очень понравилось, когда на тренировки приходилось, с удовольствием. Как следствие, как бы выступаю сейчас. Накануне турнира у участников была возможность проверить себя, пообщаться с лошадьми, словом, немного подготовиться к испытанию. К одному все остальные конкурсы были полной неожиданностью для рыцарей. Среди присутствующих были специально приглашенные лица. Среди них Александр Нестеров, руководитель клуба «Скогланд», участники которого занимаются исторической реконструкцией эпохи викингов. Сам Александр, облаченный в костюм шведа X века, выделялся на общем фоне необычным нарядом, чем и привлекал к себе любопытные взгляды. По возможности все реконструкторы стараются скопировать или реконструировать какие-то сохранившиеся вещи, которые были захоронены, либо потеряны тысячу лет назад. Соответственно, я по возможности постарался все это воссоздать, начиная с отделки самой одежды и разнообразных предметов быта. Среди так называемых необходимостей оружие, кошелек для денег, кресало для добывания огня, кутило для распутывания сложных узлов. Но вернемся к рыцарям и их победам. В этом турнире лучшим был признан Павел Никулин, гость из Кирова. Второе место Алексея Колодкина, Слободской. Третье место Александр Елькин, поселок Юбилейный, Котельнический район. Редактор субтитров А.Семкин